Напомню, сотрудничество с частными гидами музей-заповедник начал в 2018 году. Сдав экзамен по истории и заплатив определенную сумму, экскурсоводы получали разрешение на проведение экскурсии по объектам Владимира Суздальского музея-заповедника. Однако в конце года музей отменил лицензирование. Тогда руководство учреждения фактически закрыло двери частным гидам. Проводить экскурсии они могли, лишь став внештатными экскурсоводами музея. Однако большинство частных гидов из-за финансовых соображений от такого варианта отказались. И в туристической сфере нашего региона вновь произошло разделение государственных структур и бизнеса. По словам руководства музея-заповедника, на экономику учреждения отмена лицензирования никак не повлияла. Однако в этом году в музее-заповеднике проанализировали опыт других регионов в этом вопросе и пришли к выводу, совместная работа с частными гидами позволит значительно увеличить поток туристов в наш регион. Мы начнем процесс заключения договоров с ноября. Вот за этот период будет сформирована, наверное, типовая заявка, каким образом можно обратиться в музея-заповедник. Но самое главное, что я хотела вам сказать, что мы будем организовывать нашу работу на очень серьезном профессиональном уровне. Согласно этому договору, разрешение на проведение экскурсии будут получать гиды, которые смогут подтвердить свои знания на экзамене. Еще одно обязательное условие – экскурсоводы должны быть оформлены ИП. К ноябрю на сайте музея опубликуют приз-курант для частных гидов. Раз в год они должны будут платить учреждению за право проводить экскурсии по объектам музея. По предварительным подсчетам, лицензию музея могут получить порядка 50 человек. Именно столько гидов в нашем регионе сейчас работают в частном порядке. Мы сейчас пройдем до смотровой площадки, чтобы понимать, в какой стратегически важной точке находится Владимир. Потом с этой смотровой площадки мы дойдем до Успенского собора. Потом еще до Дмитриевского. Там у смотровой площадки будет более полное понимание Кремля как такового. Александр Варламов – один из самых востребованных частных гидов во Владимирской области. Признание он получил и на всероссийском уровне. В прошлом году Александр был удостоен звания лучший гид страны. Александр знакомит приезжих с достопримечательностями Владимира и Суздаля. В 2018 году он получил лицензию Владимира Суздальского музея-заповедника и в том числе проводил экскурсии для своих туристов по объектам главного музея региона. И сейчас экскурсовод был бы рад возобновить сотрудничество с учреждением. В целом инициатива – это очень хорошее, потому что в прошлом году мы работали, все были от этого в плюсе, то есть от этого выигрывал музей, от этого выигрывали частные гида, от этого выигрывали туристы, которые имели право выбирать гида, с которыми они хотят работать. Пока я не могу сказать, что все гиды будут заключать договор с музеем-заповедником, просто потому что нужно этот договор сначала посмотреть, понять условия, на которых мы будем работать, узнать, сколько будет стоить эта самая аттестация. И опять-таки критерии оценки знаний. По мнению частных гидов, сотрудничество бизнеса и государственного учреждения могло бы принести хороший результат. Ведь на туристическом рынке музейные работники и частные экскурсоводы – не конкуренты, а скорее партнеры. Они работают с разной категорией туристов. У них по-разному выстроена экскурсионная работа. При этом цель у всех одна – вызвать интерес среди туристов к нашему региону и тем самым увеличить турпоток.